Что будет с долларом и на какие события нужно обратить внимание на новой неделе? Друзья, всем привет! Вы на канале InvestFuture. Не иссякают вопросы по поводу валютного рынка, поэтому, как всегда, по субботам поделюсь свежими новостями с фронта и кое-какими своими соображениями. Ну, мы видим, что в целом по итогам недели доллар показал минус, российский рубль окреп, хотя в пятницу ситуация начала меняться. Испортилось отношение инвесторов к риску. Мы видим фиксацию прибыли у людей, которые заработали на этой волне позитива. Настроение испорчено новостями по Китаю. Там, напомню, отказались давать прогноз по ВВП впервые за 30 лет, что говорит о высокой неопределенности даже в высших эшелонах власти по всему миру. Кроме того, разворачивается новый раунд противостояния между США и Китаем. Не буду останавливаться, мы это уже много раз обсуждали в нескольких последних роликах. Ну и мы понимаем, что цена на нефть, конечно, реагирует на восстановление экономической активности по всему миру постепенно. Но в конце недели Brent тоже приспустилась ниже отметки 35. Ну, собственно, именно из-за отката спроса на риск и фиксации прибыли, возможно, перед выходными. Ну, на самом деле, я думаю, что сейчас мы вполне можем увидеть несколько большее укрепление российского рубля, если не произойдет никаких внезапных драматических событий, которые предугадать мы не можем. Ну, то есть просто если посмотреть на те факторы, которые в настоящий момент действуют, это налоговый период, пик которого приходится на 25 мая, это продажи валюты под выплаты дивидендов корпорациями, это продажи валюты Центральным банком, которая, ну, по большому счету, продолжается, и пока объем продаж был сокращен незначительно. Кроме того, мы понимаем, что есть ожидание снижения ставки Центрального банка на заседание 19 июня, которое провоцирует спрос на облигации федерального займа, и, соответственно, можно предположить, что вот такая некая страховка до заседания Банка России у рубля есть, потому что интерес будет к российским активам, которые пока дают достаточно высокую доходность, инвесторы будут пытаться прикупить вот эти облигации, и пока еще доходность повыше, потому что от ЦБ ожидают понижение процентной ставки, может быть, даже на 1%. Если говорить о ситуации вокруг США и Китая, я думаю, что среднесрочная эта история крайне негативная, более того, очень опасная, потому что Трамп будет раскручивать эту риторику, но пока, в настоящий момент, мне кажется, что этот фактор как бы нужно держать в голове, нужно обязательно смотреть за тем, как будут разворачиваться события, и рынки, конечно, будут реагировать на все новости с этим связанные, но пока нужно понимать, что вот прям прямого столкновения между США и Китаем нет. Более того, были даже комментарии от официального Пекина о том, что все-таки им хотелось бы торговую сделку заключить и не отступать от этой идеи. Ну, Трамп, согласно его Твиттеру, настроен воинственно, но мы понимаем, что ему сейчас так достаточно сложно. Он пытается соблюсти баланс между, с одной стороны, поиском внешнего врага, который виноват во всех проблемах, с другой стороны, между стабильностью на фондовом рынке, который для него является ключевой. Поэтому вот пока нету какого-то откровенного столкновения, я думаю, что с этой точки зрения каких-то прям вот драматических ударов, которые спровоцируют обвалы, ожидать не стоит, хотя волатильность, конечно, будет. И мне эта ситуация среднесрочно кажется достаточно опасной, потому что мы видим, что авторитарные лидеры не очень любят, когда им указывают на совершенные ошибки. И сейчас получается такая ситуация, что, в общем-то, Трамп достаточно серьезную ответственность пытается возложить на китайское руководство. И я думаю, что здесь, возможно, какая-то достаточно резкая, может быть, отложенная реакция со стороны китайских властей. Хотя Трамп напрямую и не говорит, что вы там вирус как-то специально задумали, но, тем не менее, пытается выставить Китай виноватым. Я, кстати, абсолютно не уверена, что здесь действительно стоит возлагать вину на Китай, но, тем не менее, эта риторика будет раскручиваться. И дальше со стороны президента Трампа совершенно очевидно. Среднесрочно это будет бить по спросу на риск, и чем ближе будут выборы в США, тем этот фактор будет острее ощущаться. Но, в целом, то есть для рубля вот локально сейчас достаточно неплохая ситуация складывается. Мне кажется, что мы вполне можем сходить на 70, можем даже потестировать какие-то уровни пониже, это вполне вероятно, с учетом всей комбинации факторов. Кстати говоря, крупные банки сейчас достаточно позитивные прогнозы дают по развивающимся рынкам и выделяют рубль как достаточно перспективную историю на ближайшие недели. Вот, допустим, соседе-женераль французский дает рекомендацию продавать евро против рубля и южноафриканского ранда, считая, что на пользу этим валютам пойдет общий спрос на риск, который будет сейчас возрастать по мере восстановления экономической активности, постепенного улучшения показателей, ну и также обильной ликвидности на рынке и поисков вакцины. Ситибанк тоже говорит, что повысил, во-первых, долю мексиканского пьеса в портфеле, во-вторых, сохраняет позиции в рубле и также ставит на рост южноафриканского ранда и турецкой лиры, склоняясь к тому, что на развивающихся рынках нас ожидает какое-то хорошее движение в ближайшие месяцы. И, кстати, агентство Fitch тоже ждет ралли недооцененных валют развивающихся рынков в ближайшие месяцы. И здесь в топе у Fitch рубль и бразильский реал отмечает Fitch низкий внешний долг и солидные резервы этих стран, которые их отделяют от всего сонма валюты emerging market. То есть мы видим, что краткосрочно сейчас у рынка есть некая надежда на ралли в развивающихся активах, потому что вот откроются, может быть, границы там через какое-то время, экономика будет как-то начинать функционировать. И здесь действительно возможен какой-то резкий такой вот оптимистичный скачок с одной стороны. С другой стороны, насколько это движение будет благосрочным и устойчивым, достаточно большой вопрос. И я все-таки пока придерживаюсь точки зрения, что рубль не будет изменять своим сезонным традициям в этом году. И август и сентябрь могут стать достаточно непростыми месяцами. Тем более, что даже Минэкономразвитие опубликовал прогноз на год и три года. И согласно этому прогнозу, доллар к концу года может подняться к 75-76 рублям. Так вот, если исходить из общих цифр. Но тут как бы тоже возникает вопрос, а хватит ли такой вот мягкой девальвации для того, чтобы закрыть все проблемы бюджета и заткнуть все дыры. Не факт. И здесь, конечно, я не сторонник таких прям очень кардинальных прогнозов о том, что там 100 и 150. Но в целом мы можем видеть, на мой взгляд, ослабление и до 80 и выше. Вполне можем видеть. Но я думаю, что это уже будет история вот скорее ближе к осени. Сейчас пока действительно есть определенное топливо, есть определенный оптимизм, который может позволить развивающимся валютам, и в том числе рублю, себя неплохо чувствовать. Что касается важных событий, которые пройдут на неделе 25-29 мая, здесь хочется отметить, что в целом есть такая некая волна постепенного снятия ограничений по всему миру, в том числе и в России постепенно какие-то вот путы карантина отпадают. Хорошо это или плохо спорный вопрос. Есть очень много сомнений в том, насколько объективна та статистика, которую мы видим по России. Об этом писал Financial Times, да и собственно здравый смысл тоже подчеркивает, что реальная ситуация может быть несколько хуже, чем мы видим, и возможно на самом деле того самого плато пока еще не произошло. Но гадать бесполезно. Мы видим официальные данные, которые показывают проведенные тесты. И это все, я говорю к тому, что будет определенная, конечно, волна оптимизма, связанная со снятием этих ограничений. В понедельник, 25 мая, рынки США и Великобритании закрыты. Вот Япония как раз может тоже объявить об отмене режима чрезвычайной ситуации в Токио и соседних районах. Банк России в понедельник проведет первый аукцион РИПО сроком один месяц на сумму 500 миллиардов рублей. И с точки зрения корпоративного сегмента, банк ВТБ может опубликовать результаты за январь-апрель. И Газпром может опубликовать результаты за первый квартал. Далее, вторник, 26 мая, Нью-Йоркская фондовая биржа открывает свои двери для небольшого числа трейдеров, которые должны будут работать в масках. Я думаю, это будут достаточно интересные кадры, если фотографы до нас их донесут. Но в целом в этом, конечно, есть определенный символизм. Далее, во вторник у нас выйдет блок важной статистики по Соединенным Штатам Америки. Это индекс доверия потребителей за май и продажи новостроек за апрель. Также в России во вторник выходит очень важная статистика. По апрелю также это розничные продажи, прогноз падения на 17%. Это безработица, прогноз 5,5%. Это грузооборот за апрель, прогноз падения на 10,5%. И это реальные зарплаты за март, прогноз рост на 3,2%. Но понимаем, что март – это уже дела давно минувших дней. Кроме того, во вторник финансовые результаты МТС и Банка Санкт-Петербург за первый квартал ожидаются. Далее, среда, 27 мая. Еврокомиссия опубликует предложение об антикризисном фонде на 500 млрд евро, который нацелен на то, чтобы оказать поддержку страдающей европейской экономике. И это важный достаточно момент, потому что нужно понимать, что в этих предложениях будет содержаться, как будут распределяться средства, как долго они будут поступать, то есть какая там бюрократическая цепочка. Это все может влиять на рынки в целом и, конечно, на курс евро. Ну и также в среду можно обратить внимание на бежевую книгу Федеральной резервной системы США с некими оценками текущей ситуации. В четверг, 28 мая, во-первых, закрывается все китайское собрание народных представителей, которое еще на минувшей неделе стартовало. Ну и, собственно, вот вплоть до этой даты какие-то интересные комментарии могут появляться от китайских властей. США опубликуют данные по ВВП за первый квартал, прогноз минус 4,8% и заказы на товары длительного пользования за апрель выходят. И в пятницу в США смотрим на данные по доходам и расходам населения за апрель. Это важный момент. И также выходит уточненный индекс настроений потребителей в мае от Мичиганского университета. В целом по статистике нужно понимать, что, конечно, мы уже сейчас видим данные карантинного времени. Рынок смотрит немножко вперед и надеется на то, что самое страшное осталось позади. Это совершенно очевидно, даже по динамике нефтяных котировок. Но, с другой стороны, понять именно, насколько дорого обошлась миру вот эта вот закрытость на несколько недель, будет достаточно важно. И здесь мы увидим, конечно, большое количество оценок экономистов, которые будут пытаться понять, собственно, к чему это все прибежит и как быстро экономика сумеет восстановиться. Потому что пока даже официальная позиция российских властей заключается в том, что мы увидим, конечно, какой-то скачок экономической активности сразу после открытия экономики. Но потом, скорее всего, мы будем как бы очень долго ползти. Как сказал, по-моему, глава Минэкономразвития Максим Решетников, это будет долгий путь в гору. И, собственно, не факт, что мы на эту гору вскарабкаемся. На этой позитивной ноте буду завершать наш сегодняшний разговор. Напомню, что в пятницу мы подводили итоги недели, обсуждали происходящее в мире с Андреем Верниковым. Ссылку на запись стрима я оставлю внизу в первом закрепленном комментарии под видео. Ну и еще из свежих материалов, которые могут вам понравиться, отмечу распаковку московской биржи, которая вышла у нас на канале в пятницу утром. Все ссылки полезны внизу. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Спасибо. Прощаюсь с вами, желаю вам отличных выходных. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. Всем пока и до новых встреч на нашем канале в следующих полезных роликах, которые выходят здесь каждый день, а иногда даже чаще.